МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Китай продолжает пытаться успокоить шторм своей экономики. Ранее власти КНР пошли на девальвацию юаня. Такая мера оказала поддержку экспортерам. Согласно последним статистическим данным, объем экспорта упал не так сильно, как считали аналитики. Однако, как и следовало ожидать, ослабление китайской валюты привело к падению импорта, которое составило почти 14%. А падающий импорт говорит о том, что спрос одного из крупнейших потребителей в мире, например, на энергоресурсы, будет оставаться низким или продолжит снижение. Так, согласно некоторым исследованиям, девальвация национальной валюты на 1% приводит к снижению импорта на полпроцента со срочкой в 9 месяцев. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Августовский отчет Китая о внешней торговле напугал экспертов, заставив их заподозрить, что вторая экономика мира замедляется быстрее, чем считалось. Экспорт из Китая упал на 5,5%, что лучше июльского 8% падения. Зато импорт рухнул в десятый раз подряд и не на 8%, как полагало большинство, а на 13,8%. Почти на 30% рухнул ввоз товаров из Австралии, она поставляет Китай в железную руду и другое сырье. Почти на 22% импорт из ЕС на 14% из Японии и на 5,9% из США. Ситуация с экспортом из Китая улучшилась благодаря девальвации юаня в августе, считает аналитик. Укрепление курса валюты за последний год на самом деле создает мощное давление на экспорт. Статистика показывает, что даже если вы меняете курс, то еще в течение двух кварталов это отражается на показателях торговли. Так что экспорт еще некоторое время будет снижаться. Власти Китая взяли курс на поддержку экспортеров в условиях, когда экономика все более наглядно теряет темп. Для промышленности это оборачивается сокращением закупок сырья и оборудования, так что цены на нефть и другие сырьевые товары в мире при таких перспективах будут снижаться и дальше. Ослабление юаня внесло свой вклад. Согласно исследованию Financial Times, девальвация национальной валюты на 1% ведет к сокращению объема импорта на 0,5% с отсрочкой в 9 месяцев. Народный банк Китая девальвировал валюту в августе на 4,5%, так что последствия еще дадут о себе знать. На лондонской бирже металлов LME становится тише. Еще один банк, американский JP Morgan Chase, отказался от традиционной формы торгов, голосом и полностью перешел на электронную. Главный торговый зал, крупнейший в мире товарной биржи, основанный в 1877 году, устроен по старинке. Трейдеры компании категории А, без JP Morgan Chase их осталось 9, становится в круг, ринг, и в течение двух пятиминутных сессий договариваются о сделках с помощью криков и жестов. В 2012 году площадку купила Гонконг Эксчейндж Энд Клэринг, но после раздумья решила сохранить ринг, несмотря на то, что в 2013 году на ринг пришлось лишь 12% сделок. Всего же их было заключено почти на 15 триллионов долларов. Ну что же, волатильность и не думает ослабевать. Это вполне понятно. Все инвесторы ждут заседания ФРС, которое состоится через неделю. Именно на этом заседании будет принято решение о повышении или не повышении ключевой ставки, которое уже напрашивается достаточно давно, по крайней мере, по мнению Федрезерва. Что же ждать от рынков? Именно об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, управляющим партнером Dream Team Investments, Александром Бутмановым. Александр, здравствуйте. Кирилл. Александр, я понимаю, что прогнозировать это в принципе неблагодарное дело, а прогнозировать движение цены в преддверии столь важного решения еще более неблагодарное дело. Но, тем не менее, давайте попробуем сделать невозможное. Если обратить внимание на самый развитый в мире рынок, рынок американский, разумеется, и посмотреть на индекс S&P, как вы думаете, все-таки можем ли мы рассчитывать на какой-то благоприятный исход для тех игроков, которые играют на повышение? Или все же уже сейчас нужно потягивать стопы поближе и готовиться или к развороту, или же просто к выходу из длинных позиций? Смущает, Кирилл, то, что все боятся. Все редко бывают правы, хотя иногда такое случается. Удивительно, что ушла ликвидность абсолютно из-за американских фьючерсов. То есть, например, Russell и мини-S&P, S&P периодически просто пропадают, маркетмейкеры и стаканы остаются пустыми. То есть можно провести американский рынок на полпроцента, 50 миллионов долларов может провести S&P в моменте, такое бывает, на полпроцента. Это бывает в азиатскую сессию, вообще такого раньше не было. То есть, когда маркетмейкеры берут и уходят, это как-то настораживает. Хотя в целом ликвидность, естественно, номер один в мире и так и остается. С точки зрения того, что ожидать? Мы видим серьезную покупку от уровней, в том числе и локальных S&P. Мы видим покупку от уровня 1920, от уровня 1870, когда туда проваливается. Есть игроки, которые на это ставят. Почему они могут это делать? Потому что многое уже priced in. Очень много заложено в ценах. В ценах заложено, что будет повышение ставки и что будет коллапс. Хотя с точки зрения FedFunds Futures повышение ставки только один к двум. То есть, две трети вероятности за то, что в сентябре ставку не повысят. То есть, скорее всего, могут отложить решение, допустим, до декабря. Именно так. Но при этом, учитывая, что все заложено, возможно, на этом будет ралли. И уже идут такие рыночные пробросы, что вы даже знаете, а вот вообще повышение ставки, это вообще нормально. Это вообще нормально, и на этом может быть ралли. То есть, вот такая игра идет. При этом игрокам страшно, как мы с вами обсуждали за эфиром, покупают страховки через индексы волатильности. Мы видим одновременное непадение S&P, даже его локальные росты. Да, но при этом, если посмотреть на локальные росты, они тоже не вызывают какого-то восхищения. 1940 пробить так пока не получается. То есть, все-таки, как вы правильно сказали, страх все-таки доминирует сейчас с НБК. Есть такое, причем это напрягает с очки не глобального взгляда. Мы видим, в Азии все плохо. Мы видим, DAX пробил ниже 10 тысяч локальные уровни поддержки. Все достаточно так, неопределенненько. Но вы не забывайте, что в Америке, ну, вообще, вот так посидеть, подумать, а почему вообще мы должны это покупать вообще все дело? А мы так открываем Chevron, мы так открываем Conoco, Exxon. Ну, вряд ли компания обанкротится, да? Очень вряд ли. А у них там 6,5 дивиденд. И торгуют с ними ниже своей балансовой стоимости сейчас, в большинстве случаев. И приходят вот так вот фонды, у которых все еще фондирование стоит ниже процента. И так, ну, и 6,5, и ниже процента, ну, и что-то надо делать с этим. Вот эта динамика вечно растущего рынка благодаря дивидендным yields, она и может, на самом деле, вытащить на перехай, потому что очень много вниз все поставили игроки. Хотя, конечно, спайкапы надо как-то шортить, перебалансировать портфели. С точки зрения отчетов, любимых нами в России PFR, очень много аллокейшена идет сейчас на utilities. То есть, американцы не хотят уходить из возможного роста вообще своего рынка. Ну, они как-то так пытаются в защитный сектор так, типа. Ну, если что, вот, ну, вот Walmart, McDonald's, с ним все будет, ну, нормально, точно. Ну, они исконно были с защитными фишками у крупных фондов. Вот туда сейчас пытаются. То есть, трежерис не покупают, страховки не покупают. Из рынка в агрессивный в банкинг не входит сектор. А в utilities что-то среднее, так, знаете, немножко тейк-профит со стола, но при этом все еще в игре. Вот так. Понятно. Александр, кстати говоря, я напомню нашим телезрителям, вы дали действительно очень точный прогноз относительно динамики Китая. Что он будет валиться, валиться он будет очень сильно. Если мне память не изменяет, со времени нашего последнего разговора, нашего последнего эфира, китайский рынок рухнул процентов еще на 30. Спасибо, что заметили. Ну, удалось, да, угадать. Да, более-менее. Вернее, примерно 30%, может чуть больше, может чуть меньше. На самом деле, давайте попробуем проанализировать ситуацию. По большому счету, весь мир ведь торгуется против американского доллара. Есть активы, которые, соответственно, выступают за рост американского доллара, есть те, которые выступают против американского доллара. Сейчас, если повысить ставку, американский доллар еще сильнее окрепнет против остальных мировых валют, в то время как они продолжают ослабевать. Взять, например, тот же самый евро, всем хорошо известный. Ну, или китайский юань, который еще переживает период девальвации. На ваш взгляд, чем чревато вообще повышение ставки и дальнейшее укрепление американского доллара? И самое главное, если рассматривать какую-нибудь наиболее популярную валютную пару, ну, возьмем, например, евро-доллар, какую динамику можно будет ожидать? Начнем с конца, Кирилл. С точки зрения евро-доллара вообще очень сложная, странная пара стала. Когда-то она была прокси почти на нефть и почти на риск. Вот в последнее время она стала наоборот. Она стала, как только евро-доллар рос, это был символ рисков, что все боятся. Но в последнее время она опять ходит против иены. То есть игроки не могут определиться. Что я хочу сказать по поводу зависимости доллара и притока в него относительно других валют. Вы правы. Вообще весь мир кредитован by US-dollar вообще-то. И когда там растут ставки, инфлоу будут обратно. Это так. Долгосрочно в целом сложно сейчас ставить на пару евро-доллар, что она будет паритет через луктуации. Но все-таки паритет неизбежен. Если мы открываем простой учебник, мы видим, что в нем сказано. Ну вот валюта, она отражает экономическую сущность, силы экономики страны. Вообще-то в долгосроке это правда. Очень на длинных дистанциях. И на длинной дистанции евро вообще-то слабее США. И вообще-то должен быть дешевле. И он когда-то был. Вот так и будет. С точки зрения юаня и азиатских валют. Вообще за последние годы, если посчитать, эффективное укрепление юаня составило более 15%. То есть юань за последние 7 лет не падением, а там есть инфляция. Так же как и рубль укреплялся. Он такой стоит, рубль у нас 30 и стоит, значит, так 6 лет. А потом раз и догоняет. Собственно говоря, у юаня тоже самая история. Он не девальвировался, хотя инфляция в Китае, очевидно, была выше, чем в США. Не такая, как в России, но выше. Вот у юаня вообще-то еще наверх девальвировать ему еще процентов 10. Поэтому все говорит о том, что против мировых валют, да, доллар будет расти. И в этом контексте, может быть, американские активы будут смотреться еще лучше. И это может оказать хитрую шутку с людьми, кто шортит американские индексы. Они могут попасть, они могут шортить индекс, но не угадать тем, что индекс растет не потому, что он американский, а потому, что он долларовый. Вот так может быть. То есть на самом деле глобально лонг-доллар нельзя отменять. Глобально в Азии проблемы не отыграли. И я думаю, что локальные опять-таки выносы, в том числе и Китая, процентов на 30 опять наверх нужно будет продавать. Так аккуратненько продавать, может быть, как-то хеджироваться. Но если вдруг Шанхай... Процентов на 30 аккуратненько уже как-то два слова, которые нам предложили, тяжело уживаются вместе. Ну ладно, это всего лишь там 3600. Это нормально. По Шанхаю 3600, 3500 можно уже аккуратно так подбирать, шортить и при этом, не знаю, покупать волатильность где-нибудь, пару составить. Кстати говоря, мы с вами опять же за эфиром сказали, что это модные сейчас стратегии. Давайте, кстати говоря, с нашими телезрителями поделимся. Что же такое волатильность, как и покупать, и самое главное, зачем? Я думаю, что не все об этом знают. Вообще мир уже сильно упростился, и ETF, которые мы все любим, они дают достаточно широкие возможности. Есть инвертированные ETF, вы покупаете ETF как акцию, и вообще-то вы тем самым продали волатильность. Вы продали ближние, дальние и средние серии, при этом вы захеджировались. Это сделал фонд автоматически за вас, который вам предоставил как ПИФ возможность купить вот эту вот стратегию через ETF. И фактически что это значит? Вы купили себе купон. То есть вы купили акцию, стратегии, в которой, если ничего плохого не происходит, вам платят деньги. Вот вам платят деньги и платят. Вот, например, индекс волатильности, когда он растет на 10%, есть инвертированные ETF-ы. Он же VIX. Да, он же VIX. А есть инвертированные ETF-ы к нему, как мы говорили, XIV. Вот если они проседают там на 5-10%, я советую без плечей, аккуратненько, лесенкой, но можно чуть-чуть покупать. Если вы хотите именно так, по-хитрому инвестировать, не покупая банды, не покупая дивидендные акции и хеджируя их фьючерсом. А вот как-то вы хотите в фикс-тынг инвестировать и как-то вот еще в рост немножко. Получить потенциальную доходность побольше все-таки. XIV инструмент достаточно волатильный. Если вы, можно просто сказать, если вы сейчас купите XIV от текущих уровней, боюсь соврать, сколько он прям сегодня стоит, но если вы от текущих уровней купите XIV до повышения ставки ФРС и рынок после этого не коллапснет, я думаю, что к концу года вы сможете там даже 20%, может быть и 30% заработать по этой покупке. Конечно, возможны и просадки высокие, но если, опять же, вы верите, что мир в этом году не рухнет, XIV – это ваша бумага и 20% вы на ней возьмете. Вот так, даже 30%, может быть. Понятно, то есть это хорошее продолжение нашего разговора, того, с чего мы начинали, о том, что все-таки американский рынок, несмотря на проблемы в глобальной экономике, возможно, от этих проблем сможет только выиграть, потому что получит денежный приток. Александр, в этой связи, можем ли мы рассмотреть некую стратегию? В прошлый раз мы с вами говорили о том, что можно торговать некие пары инструментов, которые могут быть коррелированы, могут быть некоррелированы. Но так или иначе, суть сводится в следующую. Мы покупаем один актив, продаем другой. То есть в данном случае, если мы покупаем доллар или актив, который деноминирован в долларах, в данном случае XIV, можем ли мы постепенно открывать какой-то шорт? Будет ли это логичным в данном случае? То есть по какому-то другому рынку, другому инструменту? Ну, вообще, в данном случае, если хочется такое что-нибудь агрессивное, можете использовать акции, можете ETF, но вообще-то, если вы хотите немножко вторую ногу захеджировать, купив доллар, вы вообще-то поставили на лидера. И тем самым сбалансировать вы можете все, купив аутсайдера. То есть против лонга доллара или лонга американского рынка через хитрый ETF XIV, я вам рекомендую на просадках минус 20% покупать тот же самый Китай. Если он уходит ниже 2,5-2,700, вы можете аккуратненько покупать ETF на Китай или просто сами китайские фишки или фьючерсы, это несложно. Он есть на Сингапуре и на внешнем рынке торгуется, пожалуйста. Все брокера это предоставляют. И тем самым у вас будет ставка и на то, что все будет хорошо вообще глобальненько. И тем самым у вас будет ставка на то, что если вдруг американский доллар не так сильно оттянет эту ликвидность на себя, вы немножко заработаете на отрастающей Азии. Но при этом имейте в виду, что если будет совсем глобальный коллапс, обе ваши ноги сильно просядут. Против этого вас может спасти только просто шорт S&P, например. Если вам очень хочется. Ну или пуд на ходу и конец. Можете пуд купить, да, то же самое. Вот, конечно, может быть усложнили стратегию, даря рядового инвестора. Ну, кстати, вот что бы я сделал сейчас? Общеизвестная сезонность, что после презентации своей продукции Apple немножко потом проседает. Сначала отрастает, потом проседает. Ну, берем XIV и берем, продаем Apple. Ну, прекрасно. Если вдруг все будет хорошо, Apple будет расти, рынок будет расти вместе с ним, у вас получится прибыль по XIV, и она получится хорошая 20-30%. Если Apple вырастет не на 20-30%, а это сложно для такой тяжелой бумаги, у вас не будет убыток. То есть, например, попроще, это Long XIV и Short Apple. Очень удобно, комфортно. То есть, вот так можно сделать. Главное, наверное, только с долями не напутать. Это отдельная тема для разговора и риск менеджмент, потому что нужно учитывать, что некоторые инструменты более волатильны, чем другие. Это абсолютно правда. И в заключение я бы хотел обсудить еще один вопрос, который интересует фактически всех наших телезрителей. В частности, что же нам ждать от цен на черное золото? Еще недавно нефть сильно проседала, но в последнее время она уже фактически перестала реагировать даже на новостной негатив. В частности, не было сильного снижения даже на фоне не самой удачной статистики. То есть, когда запасы выросли даже больше, чем ожидали аналитики, тем не менее, нефть не то, что не упала, а даже пошла наверх. То есть, последние две недели все-таки характеризуется неким отскоком. Отскоком. Может ли этот отскок прирасти во что-то большее? Или все же тренд остается по-прежнему медвежьим и не стоит рассчитывать на что-то другое? Если очень краткосрочно, то ходят слухи, что члены ОПЕК стали сильнее взаимодействовать, и на этом отскакивает периодически нефть. Если очень долгосрочно, то мы видим, что Эксон и Шеврон сокращают свои инвестпрограммы, и опять же, долгосрочно это в плюс за нефть. Если мы смотрим на форварда дальние, например, на 2016 и 2018 годы, мы видим, что нефть на текущий момент там стоит 70 на самом деле. И де-факто, если даже нефть просядет до 30 долларов, она все равно будет стоить в 2018 году 60, 60, может быть, 55. Вот у нас есть встреча ОПЕК. С одной стороны, у нас есть дальние форварда, которые стоят на 15 долларов выше, чем сейчас иногда, на 20 совсем дальние. И с другой стороны, у нас есть прогноз от Блумберга, который Блумберг опубликовал, Голдман Сакс сегодня поставил, по-моему, что ждет нефть чуть ли не 20. То есть вообще нефть может проваливаться локально пониже на ликвидности, как было в 2008-2009 году, но долгосрочно, наверное, у нее есть некий фло, некая поддержка. Все, что ниже 40, это очень тяжело, действительно, потому что чревато очень неявными, но агрессивными действиями картеля ОПЕК. Поэтому, наверное, нефть все-таки, коридор 40-60, это, скорее всего, на ближайшие пару лет. То есть, иначе говоря, можем резюмировать, что где-то от нижней границы коридора можно опять же начинать постепенно подкупать ее, ну и продавать уже при приближении к верхней границе. Или рублевые активы, как кому удобнее. Чисткий рубль. Ну, это то же самое, что люди, которые продали его по 72, ну, в принципе, они не очень-то пока не правы. Посмотрим, что будет через год, конечно. Скорее всего, может и повыше вынести на 85, на 90, но опять же вопрос, когда это too much. Когда too much, нужно выходить и работать в другую сторону. Полностью согласен. Александр, большое спасибо. У нас в гостях был управляющий партнер Dream Team Investments Александр Бутманов. Сегодня была представлена очень интересная идея и хорошая стратегия на американском рынке, в частности, с инструментом по тикерам XIV. То есть, иначе говоря, это инверсивный ETF на волатильность. Обязательно возьмите себе на вооружение. Ну и по-прежнему наш долгосрочный прогноз на пару евро-доллар остается неизменным и все же ждем паритета. Ну а о том, как заработать на краткосрочных финансовых спекуляциях, мы поговорим далее. К сожалению, наш постоянный эксперт Андрей Супунов не смог сегодня присоединиться к нам в студии. Однако он любезно согласился предоставить свои торговые рекомендации. На первом слайде мы видим график индекса S&P 500. Если говорить точнее, то это фьючерс на индекс. Как мы уже много раз говорили, сейчас рынок живет ожиданиями повышения или не повышения ставки, которая состоится в ближайшую пятницу. Индекс сейчас ведет себя крайне волатильно, это видно, и он постепенно подбирается к линии сопротивления, от которой постоянно откатывается вниз. Тем не менее, пробой этой линии откроет ход наверх, примерно в район 2040 пунктов. При этом следует отметить, если пробой состоится до заседания ФРС, тогда цель действительно будет 2030-2040 пунктов. К тому же нужно будет фиксироваться перед заседанием. Если уже этот пробой будет происходить после решения о ключевой ставке, то тогда, скорее всего, мы увидим уже новые исторические максимумы. Так что возьмите эту сделку обязательно себе на вооружение. Тем не менее, это не единственная сделка, которую мы хотели бы вам порекомендовать. На следующем графике мы видим фьючерс на пшено. Эта сделка относится к категории длинных сделок на рынке товарных фьючерсов или, как их еще называют, коммодитис. В данном случае видно, что много раз уже пшено отталкивалось в течение последнего года от так называемой зоны поддержки. Она отмечена на графике синим цветом. И вот сейчас мы наблюдаем новый отскок. И от максимума предыдущей недели мы рекомендуем открывать длинную позицию. Есть две цели. Первая цель – это верхняя граница предыдущего канала. Она отмечена зеленой линией и подмечена цель 1. Ну а вторая цель – это нисходящий падающий канал или его граница. Это цель 2. При этом я хочу отметить, что если будет пробой второй цели и цена зафиксируется выше нее, то тогда, скорее всего, мы увидим слом тенденции. И уже откроется действительно новый мощный тренд, который будет уже восходящим. Тогда цель уже действительно находится где-то очень и очень далеко. На следующем графике мы видим пару доллар-иена. Это опять же фьючерс на эту пару. И здесь мы открываем так называемую вилку. То есть сделка может реализоваться как наверх, так и вниз. Как бы это банально не звучало. Тем не менее, мы сейчас опять же наблюдаем сужение волатильности. И в случае пробоя наверх откроется новая цель. И иена будет существенно укрепляться против американского доллара. В то же время, если будет выход из консолидации вниз, то есть будет пробита нижняя линия поддержки, то тогда откроется ход на предыдущую зону поддержки. То есть это уже будет сделка шортовая. И на последнем графике мы видим сделку на российском рынке. Мы не могли обойти его стороной. Это длинная сделка по ВТБ. Как мы видим, в течение длительного периода времени ВТБ после выдающегося ралли скатывался или даже, правильнее сказать, сползал вниз. Сползание-то было очень планомерное, постепенное. И вот он добрался до предыдущей зоны поддержки. Она отмечена красным квадратом на графике. О чем это может говорить? О том, что это тот уровень, где крупные игроки формировали свои длинные позиции. Как правило, именно от такого рода уровней происходит, или от такого рода зоны, это и будет правильно сказано, происходит обратный отскок наверх или разворот. То есть мы можем ожидать либо ход к верхней линии сопротивления, либо же вообще к перебою и уход на новый максимум. В данном случае от первой красной линии, то есть, иначе говоря, линии сопротивления, которая помечена как вход, мы открываем длинную позицию. Стоп мы выставляем по минимуму данного диапазона. И первая цель у нас находится на уровне примерно 0.73-0.75. В то же время, если эта цель будет взята, то тогда уже откроется ход к 8 копейкам. В перспективе сделка обещает хорошую прибыль. В заключении хочу сказать, если у вас есть вопросы, связанные с рынком, то вы можете задать их, отправив письмо по адресу euronovosti.sobaka.samuranvest.com. На некоторые мы постараемся ответить через интернет, а наиболее интересное разберем в нашей следующей программе. На этом я хочу с вами попрощаться. С вами был Кирилл Муравьев. Спасибо, что были с нами. Удачи и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!